Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. Завершаются работы по благоустройству города. В этом году на ремонт дорог в Тобольске из бюджетов разных уровней было выделено более 200 миллионов рублей. За летний сезон дорожники отремонтировали почти 12 километров городских магистралей. Как реализовано намечено, выяснили наши корреспонденты. Появилась широкая велодорожка и пешеходный татуар вдоль Увадского тракта. Об этом давно мечтали жители микрорайона Защитина. Из областного бюджета было выделено более 60 миллионов рублей и задуманное воплотилось в реальность. Ну что для удобства сделали, вообще удобно и велосипедистам, и пешеходам. А то ведь раньше ходили прям по грязи ведьмы. Так что сейчас молодцы. Вообще не узнаешь наш город. Сивый город. 152 миллиона рублей было выделено из областного и городского бюджетов на реализацию всех городских проектов. Благоустроили пешеходные зоны велодорожки вдоль проспекта Дзираева. В рамках этих средств были выполнены работы по ремонту улицы Мельникова, улицы Полонского вместе с тротуарами, улица Доронина от улицы Знаменского до улицы Первомайской. Дополнительно из областного бюджета было выделено еще 149 миллионов рублей на обновление улиц Вернифилатовская и Портовая. Устройство татуаров и остановочных комплексов на улицах Третья Трудовая, Первая Глуговая, Рабочий Переог. Антримонтированы проезды в 8 микрорайоне вдоль 16 и 23 домов, а также на завершение работ в 6 микрорайоне. Данный контракт уже находится в стадии исполнения, но с нашими погодными условиями мы будем вынуждены приостановить работы по данному муниципальному контракту и возобновить их в следующем году. Планы на следующий год власти верстают с учетом пожеланий табаляков. Они посылают предложения по обновлению или ремонту улиц. На самом деле благоустройства в городе Тобольске в этом году сделали много. Появилась парковка здесь удобная, широкий тротуар, но, к сожалению, такое не везде. Я живу в конце 7-го А микрорайона около мечети. У нас там ведут строительные работы. И у нас парковки около дома вообще никакой нет. У меня есть автомобиль, который мне поставить некуда. Поэтому хотелось бы, чтобы такое было везде. В следующем году благоустройство Тобольска продолжится. Город становится лучше и краше. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. ПДД классно, безопасность модно. Под таким названием стартовал в Тобольске традиционный слет юных инспекторов дорожного движения. В этом году в нем принимают участие 15 команд. Движение ЮИД активно развивается в нашем городе. Отряды есть в каждой общеобразовательной школе и при досуговых учреждениях. Во-первых, ты изучаешь те правила движения, которые ты прежде не знал. То есть оберегаешь тебя всем самым на дороге. Это очень интересно, так как это составлено не как в виде тестов, а составлено в интересных квестах. На первом этапе команды участвовали в фотокроссе. Им было необходимо выполнить задание и запечатлеть ситуацию на дороге. Например, нарушение или наоборот правильное поведение пешеходов и водителей. Во-первых, это воспитание будущих взрослых участников дорожного движения. Это самое главное, чтобы у детей была дисциплина дорожная. Потому что рост ДТП с участием детей всегда есть, всегда наблюдается, чего нам не хочется. В ходе слета ребята пройдут проверку на знания правил дорожного движения, примут участие во флэш-мобе и в творческом конкурсе. Команда-победитель будет участвовать в областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения. В Тобольске к концу недели столбик термометра застынет на минусовой отметке. Сменить летнюю резину на зимнюю и как можно быстрее рекомендуют автоэксперты. Дело это, оказывается, непростое, выяснила Наталья Китова. Уже завтра синоптики обещают мокрый снег с дождем. Бдительные автолюбители меняют летнюю резину на зимнюю. Ну это по погоде. Как погода. Снежок пошел, пора. Как снег выпадет, так будем менять. По правилам переобувку транспорта производят при условии, когда столбик термометра на протяжении недели держится на отметке плюс 5-7 градусов. При такой температуре летняя резина теряет свою эластичность и тормозной путь авто увеличивается почти в два раза. Кстати, выбирать шины тоже стоит со знанием дела. Нужно обращать внимание, на каждой шине есть маркировка, на которой написано дата и год изготовления. То есть шины, опять же, если они даже пролежали на складе, либо они немного проездили с хорошим протектором, более 5 лет лучше не покупать. Грозит разрушение металлокорда внутри шинов, который такой же продукт, который имеет свой срок годности. На СТО споры между автолюбителями. Какие шины лучше? Большинство выбирают шипованную резину. Процентов 10 покупают липучки. Зимние шины – без шипов. Шипованные. Почему? Ну потому что привыкла уже на шипованные ездить. Шипованные. Почему? На липучки подводят, а цепи просто неудобно ложкаться с ними. Шины менять уже нужно. Ожидается резкое похолодание. Водители должны успеть подготовить автомобиль еще до того, как появится лед или снег. Свойства современных зимних шин при эксплуатации в теплую погоду не меняются. И шины существенно не изнашиваются. Зависит, во-первых, от радиуса колес. И очень важно то, что будет ли резина на дисках, либо без дисков. То есть, если, допустим, комплекс в районе от 1200 до 1800, если же это будет без дисков, то это просто будет снятие установка и балансировка. Если понадобится, то мойка колеса. То у нас дополнительная будет работа 50 рублей стоимость одного колеса. Ну, в районе 800-1000 рублей. Вовремя перебувая автомобиль, водители обеспечивают безопасность себе, пассажирам и всем окружающим. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Сто лет назад был создан Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Представители этой общественной организации в честь юбилея устроили автопробег. В течение четырех дней молодежь, ветераны-транспортники путешествуют по Тюменской области. По пути следований они посещают предприятия, которые осуществляют городские и международные перевозки. Они уже побывали в Галышманово, в селе Амутинское, в Бердюжьем и в Тобольске. Участники автопробега решили за четыре дня посетить 20 автотранспортных предприятий. Позади Тюмень, Ярково и вот наконец Тобольск. Здесь местные ПТП с полувековой историей осуществляют городские и междугородные перевозки. Почти каждый работник здесь член профсоюза. Численность членов профсоюза в нашей организации 95%. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше колеблется в этом регионе. Но это в связи с тем, что много недавно устроились, они еще просто пока обдумывают. Мы всегда выходим с предложениями к администрации, решаем и такие вопросы. То есть решаются вопросы в плане заработной платы, графиков движения на маршрутах водителей, возникают вопросы. Профсоюз автотранспортников уже сто лет на страже интересов трудящихся. Благодаря ему в Тобольском ПТП успешно развивается социальное партнерство. Как в советскую пору выделяют путевки на отдых, организуют досуг работников, а также их детей. С 98-го как устроилась сюда, я нахожусь в профсоюзе. Я не раз ездила в Тюмень, на обследование отправляли. Лечат нас, бесплатно уколы, бесплатно лекарства дают нам, прививки бесплатно. Вот сейчас мне путевку дали, 1 ноября я еду в санаторий. Участники юбилейного автопробега, посещая предприятия в Вагае, Викулово, Абатском, Бердюжье, вручают передовикам грамоты, награды, интересуются историей и состоянием дел. В Тобольске им интересно, как коллектив пассажирского автотранспортного предприятия работает по программе повышения производительности труда. На сегодняшний день наша организация объединяет 34 первичных профсоюзных организаций. Есть самая дальняя первичка, находится у нас в городе Лабутнанге, Ямал. Также есть на Ханты-Массийском автономном округе. Как раз там идет у нас противостояние в дорожной организации «Североавтодор». Сегодня наши профсоюзы пытаются выдавить различными путями. В автопробеге участвуют и пять представителей Союза автотранспортников Тюменской области. Он защищает интересы перевозчиков. На сегодняшний день объединяют 34 первичных организации. Самое плохое, что на сегодня есть, мы производим перевозки по регулированным тарифам. Сегодня перевозчик не сам устанавливает стоимость билета. Ее устанавливает либо это муниципалитет города Тобольска. Наша роль в том, чтобы суметь членам нашего Союза победить в конкурсах. Участники автопробега преследовали цель – сплотить родственные коллективы и объединить усилия по решению общих проблем. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольске стартовали городские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ. Наш корреспондент Шамиль Гулиев на стадионе Тобол следит за спортивными батариями. Шамиль, кто сейчас играет и каковы первые результаты? Здравствуйте, Ренат. Ну, о результатах пока говорить рано. Однако могу сказать, что вот на этом малом футбольном поле уже проходит финал трех команд. Это общеобразовательные школы 9, 13 и гимназия имени Лицмана. Ребят не останавливает даже то, что сейчас идет снег, практически град. Юный спортсмен готовый просто вырывать победу друг у друга. Борьба идет за призовые места и чемпионства в возрастных категориях 2008 и 2009 годов. Юные футболисты показывают очень даже хорошие результаты. Давайте узнаем у главного судьи сегодняшнего соревнования, какой у них уровень профессиональной подготовки. Очень много эмоций, много борьбы. Сейчас вот будет еще одна финальная игра. Там тоже очень много важно, как сыграют команды. И от этого будет зависеть, кто будет представлять наш город уже дальше, на зональном этапе. Всего сегодня приняло участие 9 команд. И, как я уже сказал ранее, 3 из них вышли в финал и борются за победу. С 22 по 25 октября будет проходить соревнования у уже других возрастных категорий в рамках того же самого общероссийского проекта «Минифутбол в школу». Ренат. Спасибо большое, Шамиль. И об итогах игры вы сможете узнать в очередном спортообзоре. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98. Или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее еще прогноз погоды. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т-Плюс-В. 17 октября днем в Тобольске около нуля. Ночью минус один, минус три. Ветер северо-западный пять метров в секунду. Облачно, временами небольшие осады. Субтитры подогнал «Симон»